Да, это программа «Сделанная в Вятке». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Сразу же обозначу тему сегодняшней передачи «От Вятского публичного музея Кировскому областному краеведческому музею. Путь длиной в 150 лет». И сегодня у меня в гостях Михаил Судовиков, директор Кировского областного краеведческого музея, доктор исторических наук, профессор Михаил Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Безусловно, поздравляю вас с этой круглой датой, со 150-летним юбилеем краеведческого музея. Спасибо. Слежу за новостями, которые постоянно поступают. Всевозможные мероприятия, научные конференции проходят. И вас уже первые лица области не только поздравили с этой датой. В общем, огромное количество мероприятий уже прошло, и еще многое впереди. Давайте мы пройдемся по основным моментам, как будет отмечаться 150-летие нашего краеведческого музея. Ну и, безусловно, об истории тоже сегодня в нашей исторической программе поговорим. Вот буквально, да, накануне научной конференции? Да, только что у нас закончилась очень большая всероссийская научно-практическая конференция. Ну, в целом, я скажу сначала о наших мероприятиях. У нас год юбилейный, 150 лет, поэтому все выставки, которые организуются в нашем музее, они проходят под эгидой юбилейного года. И, ну, понятное дело, что есть какие-то центральные мероприятия, куда мы приглашаем ученых, приглашаем наших коллег, музейных работников из других регионов. Вот, и такое мероприятие у нас только что прошло. Это была всероссийская научно-практическая конференция, которая называлась «Кровеческий музей. История, коллекция, люди». Мы не ожидали, что поступит такое большое количество заявок. А, то есть вы не рассылали приглашение, а просто заявляться можно было? Мы рассылали информационные письма. Информационные письма выставляли на сайтах. Причем музейное сообщество очень тепло отнеслось к нашему юбилею. И, например, информационное письмо нашей конференции на своем сайте поместил исторический музей. Ну и так, потихоньку, о том, что мы в Кирове проводим такую конференцию, узнали коллеги. И мы получили 150 заявок. У нас было представлено 30 регионов Российской Федерации и Республика Беларусь. И подавляющее большинство иногородних участников к нам приехали на конференцию. Мы очень рады были всех видеть. И у нас прошло сначала пленарное заседание, как обычно бывает на научной конференции. Ну, соответствующий регламент, да, есть. А потом были секционные заседания. И на пленарном заседании мы зачитали письма, которые пришли на конференцию. Ну, вот одно из писем, например, было от директора государственного орбитажа, президента Союза музеев Михаила Борисовича Петровского. От него мы получили два письма. Одно письмо – приветственное обращение к участникам конференции. А второе письмо – это обращение по случаю юбилея. И вот в первый день работы конференции у нас в большом читальном зале в Герценке состоялся торжественный вечер. Как раз вот там была возможность нас поздравить, коллег. Ну, были коллеги из Республики Татарстан, из Казанского Кремля, ну, из других музеев-заповедников. И, в общем-то, мы рады были всех видеть. И то, что мы собрались в библиотеке Герцена, это тоже символично, потому что Краевический музей начинался именно при библиотеке. В 1866 году Пётр Владимирович Алабин открывал музей… О, о котором мы сегодня еще подробнее поговорим, да, безусловно. Да, открывал музей как раз в здании библиотеки на улице тогда Копанской, сейчас Герцена, ну, то есть в той исторической части библиотеки, куда все мы с вами ходим. Вот, и первый день работы конференции у нас прошел там, а второй день мы уже проводили на наших музейных площадках, ну, были задействованы и гиорамой, и музей воинской славы, вот другие наши музейные площадки. И в течение второго дня мы обсуждали проблемы, связанные с развитием музейного дела в Российской Федерации. Ну, в том числе, конечно же, рассказывали и о нашем опыте музейные работы в опыте, громадном, уникальном. Мы пригласили наших ветеранов, были у нас ученые, вот, и в целом состоялся, на мой взгляд, очень плодотворный разговор. И в конце вот мы провели обсуждение результатов нашей работы, и как раз вот мы приняли резолюцию, один из пунктов, который пригласил то, что было бы неплохо, чтобы в нашем городе появился памятник Петру Владимировичу Алабину, основателю музея. Эта резолюция, она кому-то конкретно адресована? Ну, эту резолюцию мы разместили на сайте музея. Вот, сейчас мы будем по ней работать, и, ну, соответственно, будем обращаться с предложениями, вот, и потенциальным нашим инвесторам, вот, и, ну, в целом будем привлекать круг всех, ну, заинтересованных. А место установки? Уже подумали об этом? Ну, тут предстоит, в общем-то, комплекс, я думаю, мероприятий, надо подумать, где бы мог разместиться этот памятник. Ну, безусловно, это должна быть историческая часть города, вот, ну, возможно, где-то и на улице Спаспи, поскольку это у нас пешеходная зона. Ну, в то же время, ну, вот этот вопрос требует, там, дополнительных проработок, я думаю, и граждане могли бы высказать ему свое мнение. Кстати, 10-го ведь мая, 120-летие будет со дня смерти Петра Владимировича. Да. Вот, тоже такая круглая, но печальная дата. Петр Владимирович Алабин родился в 1824-м году, а скончался в 1896-м году в городе Самаре. И, ну, Петр Владимирович Алабин, это человек масштаба общего сельского. Ну, давайте уже поподробнее, да. Вот, он был основателем целого ряда музеев, но первый музей Петра Владимировича был основан все-таки в Вятке. В 1869-м году Петр Владимирович Алабин стал инициатором основания еще одного музея, который тоже работает в настоящий период. Это музей Черноморского флота, он сейчас Российской Федерации, музей обороны Севастополя. И, ну, был не случайно, почему именно Петр Владимирович вышел с инициативой об основании такой музея, потому что сам Петр Владимирович был участником Крымской войны 1853-1856. Он был военным, пояснил. Да, он был военным, хотя, ну, у него очень интересная биография. Но он из семьи военного. Да, он из семьи военного, но образование он получал в коммерческом училище и учился над бухгалтером. И в жизни Петра Владимировича Алабина был такой очень яркий эпизод. Коммерческое училище посетил Николай I. И во время его посещения Петр Владимирович попросил царя, чтобы его определили на военную службу. Видимо, проучившись какое-то время, он понял, что неправильный выбор, да, сделать в своей жизни? Ну, мне кажется, Петр Владимирович Алабин был таким еще человеком патриотически настроенным, да, вот, и он был дворянином. А для каждого дворянина было честью. Служить за отечество, конечно. Воинскую службу. Вот, и Петр Владимирович Алабин, таким образом, ну, более десяти лет проходил военную службу и вот участвовал в оброне Севастополя. И, кстати, вот тоже не все об этом знают, Петр Владимирович Алабин вил дневники. Вот, и эти дневники он позже опубликовал под названием «Походные записки». И вот первая публикация этих дневников была осуществлена в нашем городе, в городе Вятки, в 1861 году. То есть уже наша губернская типография напечатала? Да, это была напечатана в нашей типографии, вот, Петр Владимирович Алабин уже после того, когда ушел в отставку, был определен на службу в наш город, вот, он приехал сюда для работы в удельном управлении и сначала был помощником управляющего вятским удельным имением. Современный Советск, Кукарка, вот как он с Кукаркой связан? А, с Кукаркой он был очень тесно связан, потому что, ну вот, главная контора удельного имения располагалась в губернском центре, а само удельное имение было разбросано по Вятской губернии. И часть земель, вот, удельного имения, как раз находилась в Кукарке, в современном Советске. И Петр Владимирович Алабин был еще и основателем библиотеки в Кукарке, сейчас это районная библиотека, да, города Советска. Ну, вообще человек был очень-очень разносторонний, вот, и... Куда не пожалуется, везде что-то, начинание какое-то, да? Да. Начинание какое-то сделано. Кроме того, Петр Владимирович Алабин был одним из первых археологов Вятского края, и в целом археология в XIX веке только развивалась. И в Елабужском уезде Петр Владимирович Алабин производил раскопки и открыл аманинскую культуру, это термин аманинская культура. Это вообще первые на тот момент раскопки? Ну, или стационарные раскопки вот на территории Вятской губернии, это были действительно первые, это были первые раскопки. И, ну, тоже такая вот очень интересная история, связанная с этими раскопками. Петр Владимирович Алабина пригласил на раскопки городской голова Ивана Васильевича Шишкина, городской голова города Елабужин. Иван Васильевич, это был отец будущего известного художника Ивана Ивановича Шишкина. Вот, и Иван Васильевич был человеком, ну, тоже очень разносторонним, неравнодушным к культуре. Вот, и ему крестьяне приносили находки там со своих полей, вот, и находки каких-то древних предметов, да, и вот Шишкин написал письмо Алабину, Петр Владимирович Алабин сразу же откликнулся, вот, и он произвел, в общем-то, первые раскопки, и вот как раз те материалы, которые обнаружил на раскопках Петр Владимирович, последствия и прибли об основу авиатского публичного, ну как тогда называли, музеума. Сейчас Кировская об основу акробическому музею. Ну, почему музеум, музеум, ну, по-немецки, музеум, музей, то есть просто взято было немецкое слово. Да, было взято немецкое слово, а вот, ну, позже, позже, оно сохранялось, в принципе, оно прижилось на русской первопочве. А вот самые-самые первые экспонаты, которые появились в этом музеуме. Вот очень-очень интересный вопрос. Хотя мы и говорим, что музей основан в 1866 году, но подготовка к основанию музея велась на протяжении длительного промежутка времени. И вот наряду с Петром Владимировичем Алабиным мы можем назвать еще одно имя человека, который стоял у истоков нашего музея, это Александр Иванович Герцин. В 1837 году Александр Иванович готовил выставку естественных и искусственных произведений Вятской губернии. Эта выставка готовилась к приезду наследника апостола, будущего императора Александра Второго. И впоследствии, после выставки, часть экспонатов была возвращена их владельцам, а другая часть экспонатов хранилась в губернском правлении. И как раз Петр Владимирович Алабин обнаружил эти экспонаты. И эти экспонаты наряду с теми собраниями, которые предпринял Петр Владимирович и составили первую коллекцию краеведческого музея. Причем, известно, численность первой коллекции была уже очень-очень большая. А что это? Что за вещи? Около 7 тысяч музейных предметов. То есть, опись существовала и сохранилась? Да, есть опись. И первая коллекция у нас называется «Алабинский музей». То есть, ко всем этим вещам прикасалась рука Петра Владимировича Алабина. Это, прежде всего, археологические предметы, о которых мы с вами говорили. Это всевозможные наконечники, стрел, которые были обнаружены. И остатки длинной посуды. Это были и предметы, которые производились, предметы промысла в XIX веке. Это и изделия из дерева, изделия из капа, корни были представлены на выставке и тоже, в общем-то, вошли в первую коллекцию. И Петр Владимирович Алабин провел очень большую еще собирательскую работу. Он обратился ко всем любителям старины. Причем, на обращение Петра Владимировича Алабина откликнулся даже Александр II. И вот первая коллекция включала в себя 645 минералов. Это горные обороды, которые были высланы из горного университета по просьбе Александра II. И вот эту коллекцию минералов в количестве 645 мы считаем подарком Александра II Вятскому публичному музею. И Петр Владимирович Алабин, он очень вел широкую переписку. И благодаря ему как раз... Где просил, да? Как раз присылать, пополнять. Да, просил, присылать, пополнять коллекции. И из документов известно, что в 1866 году, на первом этапе своего развития, музей занимал весь второй этаж библиотеки. Там было 8 комнат. И все эти комнаты были заполнены музейными предметами. Открытие музея проходило очень торжественно. Петр Владимирович Алабин выступил с блестящей речью. Ну, речь эта носила больше отчетный характер. Он рассказал о тех предметах, которые к нам поступили, о первых коллекциях. И рассказал о своем видении музея. И вот... А можно я процитирую, да? «Почти трехлетние усилия местного общества уменьшались успехом. Новый светоч науки затеплился в глуши северо-востока России». Да, это слова Петра Владимировича. Да, в том числе он эти слова произнес на открытом музее. Да, он произнес эти слова. И очень важно, что был удобный крайний вектор прагута музея. Это научное направление. То есть для Петра Владимировича Алабина музей – это храм науки и искусства, как он говорил. И, в общем-то, научная работа музея стала вести изначально. С началом работы нашего музея связаны многие такие вот очень интересные эпизоды. Ну, например, одним из первых посетителей нашего музея был будущий художник Виктор Михайлович Веснецов. Вот он учился в духовном семинаре и купил годовой билет на 1866 год. Это зафиксировано в документах. И в течение всего года он мог по этому билету посещать экспозицию. Современным языком выражаясь, абонементом, когда он приобрелся. Да, это был своеобразный абонемент. И через два года Виктор Михайлович уехал в Академию художества. И мы можем, наверное, с полным основанием предполагать, что для Виктора Михайловича музей стал такой своеобразной школой эстетического воспитания. Источником вдохновения. Источником вдохновения, приобщения к истории. И не случайно, что вот историческое направление в творчестве Виктора Михайловича и впоследствии к напоминаю Михайловича очень ярко прослеживается. Так что влияние музея было очень-очень большим. Точно так же музей оказал очень большое влияние и на будущего писателя Александра Степановича Грина. Он был тоже одним из посетителей музея. И об этом мы узнаем уже из его записок. Александр Степанович разработал программы своей автобиографии. Там был один из пунктов музея. То есть... Обязательно посещать. Да. И мы тоже можем предполагать, что Александр Степанович, в общем-то, был человеком неравнодушным и к истории, и к музейному делу. Дело в том, что у музея были разные периоды истории. В 80-е-90-е годы музей был передан земству и располагался земским училищем. Вот где как раз и учился Александр Степанович Грина. И, собственно говоря, все обучающиеся могли посещать музей. Хотя это был не самый лучший период в истории музея. А с чем это было связано? Ну, с отъездом Петра Владимировича Алабина. А ведь вскоре он как раз и покинул наш город, как раз в 66-м. Уехал, да. В Самару. Да, уехал в Самару, где, кстати, он тоже основал Кринический музей. Вот, и, в общем-то, вот три музея, три музея, по истокам которых стоял Петр Владимирович. Вот, ну, музей испытывал определенные финансовые сложности. Ну, потом долгое время не находилось человека, который бы так же загорелся идеей работы музея. Ну, музей продолжал существовать. Можно было осматривать его коллекции. Ну, хотя вот он потихоньку-потихоньку умирал. А вот о чем мы с вами раньше говорили, да, о купечестве. Вот купечество оказывало такую-то поддержку музею, меценаты? Ну, купечество, да, оказывало. Но, понимаете, вот для того, чтобы оказывалась какая-то поддержка, должна быть инициатива. А если не было инициативы, то, ну, соответственно, помощи было ждать, наверное, неоткуда. Ну, в начале 20-го века музей стал постепенно развиваться. И тогда музеем очень плотно занимался Николай Васильевич Кудницкий, будущий очень известный селекционер. И, в общем-то, он очень много сделал для сохранения музейных коллекций. Ну, и следующий этап был связан уже с советским временем. Музей приобрел несколько иные функции. И, начиная где-то с 20-х годов, музей крепко встал на ноги, получил новое помещение. Ну, вот одно из ранних помещений нашего музея, первых советских лет, это было здание, отдавшее городской домом. Этого здания, к сожалению, сейчас нет. Это географический вечер, можно его определить? Оно располагалось напротив старого здания художественного музея. Ну, вот адрес у этого здания до 60-х годов, здания в 60-е годы были снесено, был такой Карла Маркса в 65-м. Вот это здание снесли в связи... То есть, перекресток Карла Маркса с Пасской? Да, Карла Маркса, театральная площадь Московской. А, Московской все-таки. Да, Московской. И здание снесли, когда строили корпус политехнического института. Оформлялась театральная площадь, вот эта здания, но она просто не вписалась. И очень жалко. И вот там располагался Краеведческий музей до 1935-го года. А в 1935-м году музей переехал в здание высшего благородного собрания. Вот в этом здании работал другой музей, музей революции. Перепресток, соответственно, с Пасской и Лениной. И Лениной сейчас. Да, и вот в 1935-м году объединились в музей революции Краеведческий музей. И Краеведческий музей стал работать вот в этом здании, где он и работал до 1993-го года. А скажите, с приходом Советов, власти Советов, как-то не изменилась ли позиция, как-то, не знаю, отнести, отрубить вот то царское прошлое? Как-то нашло это отражение в коллекции музея? Да, в коллекции музея предметы они как хранились, так и хранились. Но в экспозиции, в выставках, естественно, показывались завоевания октября. Если речь шла о прошлом, то в основном в негативном свете. Но главная задача музейного работника заключается не только в экспонировании, а в хранении. То есть мы храним для потомков. И наши сотрудники первых лет Советской власти, конечно, очень-очень многое сделали для того, чтобы сохранить, собрать. Ведь нашел еще такой процесс в 30-е годы, когда разрушались храмы. И церковные колокола, церковные имущества передавались в музеи. И тут музеи, на мой взгляд, сыграли очень большую роль в сохранении нашей старины. Поистине настоящих шедевров, истории, культуры Вятского края. Причем в 30-е годы был тоже такой очень интересный эпизод, организованная выставка, куда выставляли церковные имущества. И по воспоминаниям современников, верующие приходили в музей своим почитаемым иконам, молились. Мы в скором времени об этом узнали власть, власти, да. То есть музей превратился в некий такой храм, да? Вот эту выставку прикрыли. Ну вот такой вот эпизод был, довольно интересный. Ну и то, что музей сохранил, все это, да. Вот это, конечно, очень... А сейчас этой церковной утрею, в том числе и с иконами, их судьба? Ну они находятся на музейном хранении, на музейном хранении. Дело в том, что эти очень многие иконы и колокола имеют свою очень длительную историю. Ну скажем, колокол, которому уже 200 лет, но использовать в настоящее время невозможно. Просто-напросто уже износился и металл, да, и музей здесь выполняет свою функцию. Ну то же самое и иконы раннего периода, они тоже нуждаются в особой сохранности, и здесь музей обеспечено. А русская православная церковь как-то может претендовать на эти вещи? Ну, попросту говоря, не просят вернуть, что ли? Ну, такие обращения были, мы пытаемся эти вопросы, естественно, каким-то образом отрегулировать. Вот, и, ну, пока не было каких-то вот таких обращений в еврейской форме. Понятное дело, что тут, я думаю, надо приходить к кому-то компромиссу. Вот, и в то же время мы активно взаимодействуем с православной церковью, проводим совместные выставки. И я думаю, что в дальнейшем работа в таком направлении должна у нас строиться. Я предлагаю сейчас прерваться, у нас реклама традиционная в середине часа, я напомню, что эта программа сделана в Вятке, и мы беседуем с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного краеведческого музея, доктором исторических наук, профессором на сегодняшнюю наша тема. Это 150-летний юбилей нашего краеведческого музея. Реклама. Продолжается сделанная в Вятке. Кстати, партнер программы, компания Вятич, поздравляет всех нас с наступающим великим праздником, с Днем Победы. Ведь в определенном смысле традиционный ржаной квас можно считать напитком Победы. Не секрет, что во время войны наши бойцы квас пили, он поставлялся на фронт, в том числе поставлял на фронт и наш завод. Квас был незаменим, в том числе и в госпитале, где наши солдаты восстанавливались после ранений. Квас был настоящим лекарством. Но если уж заглядывая вглубь истории, то еще в времена Петра Великого, если не ошибаюсь, квас стал таким регулярным напитком для воинов. Уже в веке 19-м великий наш ученый Дмитрий Иванович Менделеев настоятельно рекомендовал больным употреблять по полтора литра кваса в день. Это тоже считалось лекарством. Ну и завод Вятич продолжает сохранять славные национальные традиции квасового варенья и подглавляет нас с Днем Победы. Кстати, в Днем Победы вы что-то... Да, вот вы заговорили о Вятичеве. Мы, когда проводили нашу конференцию, очень благодарны, что компания Вятич откликнулась. И как раз вот этот вятский квас мы предлагали нашим гостям. И мы очень благодарны Вятичу, благодарны также компании «Глобус», фирме «Вятка ЦУМ», «Вятская торговая промышленная палатка». Это вот те современные меценаты, которые помогают развитию культуры, помогают нашему музею. И, пользуясь случаем, я просто вражаю свою благодарность вот этим компаниям. Ко Днем Победы что-то особенное приготовили? Да, у нас работают выставки. Сейчас открывается выставка в Диораме, посвященная Великой Отечественной войне, Музею воинской славы. Вот там у нас постоянные экспозиции, целый раздел, посвященный войне. И там у нас в Музее воинской славы работает очень интересная выставка под названием «Солдаты в белых халатах». Вот эта выставка рассказывает о Великой Отечественной войне. И тоже она является одним из наших юбилейных мероприятий в год 150-летия музея. Ну, давайте еще пройдемся по тем мероприятиям, которые запланированы на этот год, чтобы проинформировать наших слушателей, привлечь внимание. Ну, вот есть у нас такой проект, тоже очень интересный книжный проект. В конце года мы собираемся презентовать новую книжку, которая будет называться «150 фактов из истории Кировского областного краеведческого музея». Ну, вообще 150-летия. 150 лет и 150 самых ярких фактов. А давайте мы озвучим, можем озвучить эти самые яркие? Ну, мы, собственно говоря... Ну, ведь мы обо многом уже рассказали. Об этих фактах сейчас и сказали. Ну, вот отдельный факт – это открытие музея. Оно состоялось 22 января 1866 года или 3 февраля по новому стилю. Мы поместим речь Петра Владимировича Алабина, как тоже такой очень интересный факт нашей истории. Ну, и потом, вот основная идея этой книги заключается в том, чтобы показать, как развивался музей. И вот мы заговорили о 20 веке, и, ну, сейчас говорят, что у нас музейный полк был в истории нашего краеведческого музея. Ну, и в целом, вот в нашей музейной истории такой период, когда музеи открывались один за другим. И вот этот период пришелся на вторую половину 20 века. В 1968 году у нас открылся в музее Салтыкова-Щедрина литературный музей. Причем мы гордимся тем, что именно у нас в Кирове открылся первый мемориальный кабинет Салтыкова-Щедрина. То есть до открытия нашего музея такого кабинета литературного музея-Щедрина. Затем в 1977 году у нас открывается Диорама. Вот в следующем году у нас будет юбилей Диорамы 40 лет. Тоже будем к этому собрать и готовиться. И в 1977 году у нас открывается музей Вязки народные художественные промыслы. Это приказная изба. То есть в следующем году тоже будет юбилей этого нашего музея. Затем в 1980 году, то есть буквально через три года, открывается музей Александра Степановича Грина. Сейчас у нас литературный отдел, который состоит из двух музеев. Музея Салтыкова-Щедрина и музея Музея. Это все Кировский областной кривический музей. Это все Кировский областной кривический музей. Затем в 1988 году у нас открывается музей Циолковского. Он раньше тоже входил в... Тоже был в структуре, да? Да, тоже был в структуре, но позже он стал развиваться. Самостоятельный. И затем в 1992 году была открыта вязкая пункт-камера. То есть вот посмотрите на протяжении целого ряда лет, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, у нас открывались музеи. И все это, в общем-то, очень известные музеи. То есть вот о чем мы раньше говорили. То есть была инициатива, да? Да, была инициатива, она поддерживалась. Причем инициатива зачастую исходила от самого общества. Ну, например, у истоков музея Солтыкова-Щедрина стоял Евгений Петрович Петряев. И до 1968 года в том доме, где когда-то жил Солтыков-Щедрин, находились квартиры. И первоначально Евгений Дмитриевич Петряев вышел с инициативой об открытии такого музея. И производилось расселение жильцов этого дома. И музей сначала занимал не все здания. Всего три комнаты. А в остальной части здания еще располагались... Люди жили. Да, жили люди. Ну и также среди музейных подвижников я не могу не называть Александра Васильевича Реву. Это очень известный краевед, поэт. И Александр Васильевич очень много сделал для открытия музея Александра Степановича Гриина. И этой идеей болел Евгений Дмитриевич Петряев. И у нас сохранилась переписка Евгения Дмитриевича Петряева с сестрами Александра Степановича Гриина. И экспонаты для музея собирались по крупицам. Фотографии, личные вещи. Это все присылалось родственниками Александра Степановича Гриина. Ну и, естественно, изучались и местные материалы. И, таким образом, те музеи, которые у нас сейчас существуют, они во многом появились именно во второй половине царда века. Хотя у нас, в нашей структуре, имеется и такой очень молодой музей, который открылся в 1914 году. Это музей воинской славы. И здесь тоже с инициативой об открытии этого музея выступили по Союзамбрансов. И музей во-траком появился благодаря той деятельности, которую вели и ведут интернационалисты. И до сих пор они остаются нашими шефами. И мы очень активно с ними работаем. Насколько сейчас, Михаил Сергеевич, активно пополняется коллекция музеев? Ну, в год мы принимаем более 200 музейных предметов. Это хорошая цифра, потому что мало в музее принять какую-то вещь. Нужно составить биографию вот этого предмета, его описание, внести в государственный каталог. Это очень длительная и очень серьезная процедура. И мы очень благодарны, что в наш юбилейный год коллекция нашего музея пополняется. И вот 3 февраля, в самый юбилейный день, мы открывали выставку под названием «Жемчужина вятской старины». И на эту выставку нам принесили очень интересные музейные предметы, которые впоследствии пойдут в наши коллекции. Например, тут была подарена жаловная грамота копцам Машкорцевым на дворянство. А где они хранились? Значит, этот подарок мы получили от Натальи Леонидовны Коновизниной, директора музея истории образования кировской обводности. В него были и другие очень интересные предметы. Например, среди наших музейных друзей есть такие очень интересные люди, как братья Трофеевы. Они подарили такой деревянный самолетик, который изготовили в 1946 году. Детская игрушка. А им сейчас за 80. Да, а им сейчас за 80. А маме... 84. А маме 102. А маме 102 года. 103 года исполнилось где-то до дня. И мы рады, что у нашего музея есть такие друзья, которые готовы к нам прийти, подарить. Подарили очень много книг. И мы, естественно, активно работаем с древесниками, с историками и рады тем подаркам, которые нам принесли. Но я неспроста задавал вопрос вам в перерыве. Коллекция пополняется. Видимо, все-таки назревает вопрос о том, что надо расширяться. Да, вопрос для нас этот очень болезненный. Какие планы у вас конкретно есть? Ну вот сейчас обсуждается вопрос о том, что мы получим новое здание. Возможно, это станет здание бывших мятских, губернских присутственных мест. Это здание на Динамовском проезде Дон 2. Там около 5000 квадратных метров. И конечно хотелось бы нам восстановить нашу историческую экспозицию на уже новом уровне. Рассказать об истории Вятского края начиная с древнейших времен, завершая сегодняшним днем. К сожалению, сейчас в основном у нас все выставочные площадки. И такую экспозицию, которая последовательно рассказывала об истории Вятского края у нас нет. И возможно, что одним из вариантов решения этого вопроса будет и способ передачи здания в Вятске губернских процессов в Вятске. Более, что в 20-е годы в такой небольшой период наш музей располагался именно именно там. Завершается время программы сделанной в Вятке. Я благодарю гостя студии, Михаила Судолякова, директора Киркского областного краевнического музея, доктора исторических наук, профессора. С юбилеем вас и ваших коллег. Не последний раз, надеюсь, встречаемся в нашей студии, будем рассказывать о нашем краевническом музее. Спасибо, всего доброго. Всего доброго.